Глава шестнадцатая Второй книги Паралипоминон В тридцать шестой год царствования Асы пошел в Аса царь израильский на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы царя Иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Виннададу царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди расторгни союз твой с Асою царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Виннадад царя Асы и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Йон, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах нефалимовых. И когда услышал осемь Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроили из них геву и митцфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе царю иудейскому и сказал ему, «Так, как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и левияне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на сорок первом году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Субтитры создавал DimaTorzok